добрый день дорогие друзья рожходы что сегодня у нас новый месяц называется он шват в этот день мы отвечаем новый год который называется тубе шват 15 швата новый год деревьев такой есть в этот день мы не читаем улицу таханум праздник деревьев нас четыре нового года вот это один из них что интересно мы читаем в новом месяце история отрывок из книги пенхаз где говорится о новом месяце там написано что мы должны принести в жертву сожжение двух молодых быков одного барана семь годовалых ягнят вернее это не достигшие года ягнята и одного козла в крестительную жертву и с каждым быком мы приносим три амера то есть три десятых эльфы тонкой пшеничной муки смешанной с полгина оливкового масла а с каждым бараном мы приносим две десятых эльфы тонкой пшеничной муки смешанной с третью гин оливкового масла и с каждым ягненком мы приносим одну десятую эльфы тонкой пшеничной муки и смешанную с четвертью гин оливкового масла то интересно получается если мы берем бк то мы берем три десятых эльфы то есть три амера муки есть комментарии что один амер это два килограмма семьсот тридцать грамм или это если в литрах три целых девять десятых литра есть такой комментарий то гин есть комментарий что это шесть литров масла получается тогда что на один амер мы мы берем один литр масла вот так можно взять такая смесь и если посмотрим бк то та же пропорция получается что на один литр масла получается один амер муки а вот с ягненком не так получается что четверть гин на массу то есть полтора литра на один амер муки то есть смесь получается более мягкая свыше нам это не объясняет ну просто мы замечаем когда считаем положено место на этот день на расходы что вот такое удивительное сочетание и то и то сжигается но в общем просто интересно вот теперь разбираем дальше главу бо машин после казни тьмой три дня к мы египетской мы знали когда все вышли закатал египтян как в бетон они погибали то теперь маши разговаривали с фараоном и он говорит как вы хотите идите служите богу всесильному вашему и он говорит что он согрешил и идите только скажи кто пойдет он говорит машин говорит пойдем мы со всем народом пойдем старствами нас с детьми нашими с мелким и крупным скотом мы пойдем три дня пути в пустыню принесем жертву богу сильному нашему и фараон говорит иди вы идите говорит а животных отставьте а машин говорит что даже ты нам дашь своих животных в приношение потому что праздник бога у нас а фараон опять укрепила сердцем говорит не не пойдете никто из вас не пойдет то есть и берегись чтоб ты не видел больше лица моего а машин говорит правда не увижу я больше лица твоего или ты моего лица не увидишь вот так что это такое лица моего не увидишь это иосиф разговаривает с братьями он говорит если вы не приведете меньшего брата вашего сюда в египет то вы моего лица не увидите то есть вы зерна не получите что это значит что это голодная смерть если бы иосиф не дал не продал бы братьям зерна то они бы погибли то есть то же самое то есть но машин думает что ему это удастся но всевышний нет всевышний говорит все таки иди и скажи фараону что я появлюсь посреди египта ночью и умрет всякий первенец от первенца фараона который должен сесть на троне и до первенца рабыни которые при жерновах и все первенцы скота предупреждают его о страшной каре фараона а всевышний сказал Маше что вы не уйдете с пустыми руками отсюда и мы это знаем что всевышний это уже говорил нашему братцу Аврагаму это было пятьсот лет назад пятьсот а четыреста тридцать лет назад он ему сказал что потомки твои будут в чужой стране угнетать их будут четыреста лет потом выйти с большим достоянием то есть вы не уйдете с пустыми руками и всевышний сказал что попросит женщина у соседей своих вещи серебряные вещи золотые и опустошить Египет ну так вот то есть Маше сказал это фараону и сказал что такое то случится и рассказано про одну знатную египтянку она говорит ну у меня никого нет у меня уже нет сын мой уже умер и меня эта казнь не коснется Маше же ей сказал ты будешь страдать еще больше чем другие и действительно последствия мы знаем что когда всевышний навел эту кару то собаки разрыли могилу ее сына и вытащили останки и она действительно очень страшно страдала от этой казни всевышний сказал что вы должны взять себе ягнят на на общий дом выберите на общий дом и из овец или из коз берите ягненок не достигший года без единого порока и их вы принесете в жертву которая называется жертва Песах на сегодня наш урок заканчивается Роббеннал за военные души Игорь бен Лев Берт Абат Исраэль Павел бен Эфим Самой Бен Герш памяти Ури бен Харитон Мендель бен Мендель Яков бен Нахум Владир бен Григорий за здоровье Светлана бен Клара Шимон бен Исхак Борис бен Мария Анна бен Ривка Полина Первым бен Сони Сура Лена бен Клара Жей бен Ида Анна бен Елена Евгений бен Эстер Эфим бен Эстер Двойра бен Мириам Моисей бен Ева Ирина бен Двойра Йосип бен Раиса Инесса бен Мэль Евгений бен Берт Евгений бен Ита Фира бен Анна Геннадий бен Елена Ольга бен Светлана Йосип Дан бен Цара Таня бен Фрида Ида бен Рива Вадим бен Датьяна Юлия бен Белла Яков бен Рахель Симон бен Мира Фейга бен Берта Ася бен Года Марк бен Нина Ира бен Вера Вер бен Клара Рафаэль бен Клара Хана Цепора Бацара Ида бен Хая Авива Эфим бен Соня Майя Батфаина Алексей бен Ольга Мазал Бараса Сгула Ирина Батури Арон Рейбен Ри За хороший дух Арон Рейбен Двой Роднис Бен Ахум Авигаль Бацара Хана Батаврагам Рафаэль Ариэлэй бен Лариса Бараса Владимир Бан Рая Марина Батрая Борис Бен Марина Всего хорошего Олегу Марченко Всем браха Бараса Команам мазал то Что мы это время не грешили Читали Тору Всем желаю крепчайшего здоровья Пусть закончится Эта страшная война И до следующих встреч Надеюсь настоится Завтра в 15 часов Рошхо де Штол Шалом